Сильвип Лежа, с вами Олежа. Ребят, меня может быть не слышно, потому что пишу на микрофон GoPro. Выехал в тренажерный зал. Покажу вам эту тренажерку. Достойная тренажерка в городе Симферополь. Называется Борода Джим. Одна из лучших, по моему мнению. Проехал где-то 6 тренажерок и остановился на ней. По дороге в тренажерку, как видите, пробка. Я объезжаю по правой бочине по тротуару. Очень медленно еду, чтобы людей не задеть, не испугать, так сказать. Вот парня вообще впритык проехал между деревом слева и парня. Вот смотрите, оп, ну реально. Мотобудни, ребят, очень редко начал снимать. Не знаю почему, хотя этот канал открывался как для мотобудней. Мотоблоги, мотобудни, путешествия, рассказы какие-то. Давайте больше сейчас расскажу про Симферополь, Крым. Ну, немножко вкратце. У нас, как видите, мотосезон не заканчивается. Вы можете кататься, наслаждаться жизнью, кайфом, мотоциклом. Только холодно, поэтому нужна экипировка. А так, в принципе, вообще можно еще долго наслаждаться мотоциклом. Плюс этой тренажерки, во-первых, она находится в этом здании с левой стороны. Большое здание, вот борода джим, вывеска была. Здесь есть парковка для машин, только нужно узнать код. Код можно в качалке узнать, но я не узнавал, потому что, видите, на мотоцикле свободный доступ. Здание пятиэтажное, хоть они и пишут, что на третьем этаже, но по факту это обычная пятиэтажка, ну, по расстоянию вверх. Поэтому это как бы как кардио. Вы можете, то есть, еще кардио сделать, поднявшись на пятый этаж. Это плюс для меня. Нравится вот этот холл, вот парковка для машин. То есть здесь, на самом деле, очень удобно для мотоциклов, для машин. Для мотоциклов, видите, что удобно. Дождь, если будет идти, мод не будет мокнуть. Это тоже большой плюс. По дороге на пятый этаж много секций всяких для детей, для девушек, там, пилатес, растяжки, йога, еще что-то, музычка играет. Ну, то есть, бодрячком, позитивчиком. Абонемент в эту качалку, вид, кстати, красивый, вот с пятого этажа, кайф. Абонемент стоит 2 500 безлимитно. Можете ходить хоть пять раз в день, каждый день. То есть, 2 500 безлимитно. Есть более дешевые варианты, 2 000 и, по-моему, 1 700. Сейчас вы услышите мое мнение, сколько я по 10-ти бальной шкале поставлю этому залу. Короче, зал мне понравился. Сказали, из 10 поставить оценку. Я бы этому залу поставил, ну, со всеми включающими, то, что из парковка на улице, лесенки вот эти, что можно подниматься. По сути, это как пятиэтажный, как на пятый этаж вы поднимаетесь. Хотя они пишут, что третий. Я бы поставил 8. Крепкая восьмерка. Ну, потому что я не зажравшийся чувак. И, честно, я многие залы в Симферополе осмотрел. Этот зал бородожим лучшим для меня. Уровни пятого этажа находятся. Они типа, это трехэтажное здание, но по факту, блин, пятиэтажное здание. Реально. Короче, нормальная тренажерка, реально. Я уже сказал, в Симферополе для меня это лучшая тренажерка, но цена-качество. Забыл сказать, стоит 2 500. Так я все взял, все застегнул. Заценирую мой рюкзак. Топовый, да? Ребят, если кто-то попал на это видео благодаря тегу «Мотобудни», то напишите, пожалуйста, в комментариях, будет ли вам интересно, если я начну снимать почаще «Мотобудни». Сейчас шутка прогреется, Мотобудни поедет. Несмотря на то, что мотосезон подходит к завершению, в Крыму, как я уже оговаривался ранее, можно катосить круглогодично. Но, смотря в каком вы городе живете, в Ялте, Алуште, точно 100% круглогодично вы можете продолжать мотосезон. А уже в Симферополе бывают времена, когда снег выпадает, и там неделю, грубо говоря, нельзя ездить. Смотрите, хочу еще показать пробки. Вот реально, на машине просто жестко ездить. Это очень сильно напрягает. Мне все время очень дискомфортно. Мне хочется пересесть на мотоцикл. Ну, потому что на мотоцикле вы можете по обочине проехать, можете по тротуару проехать, между машин проехать. Ну, то есть это сокращает время из точки А в точку Б. Вы быстрее доедете. То есть очень узко. Вот видите, даже для мотоцикла неудобно, некомфортно реально ехать. Ну, потому что машины впритык друг к другу расположены. Пробки очень большие в Симферополе. Мне кажется, вот видите, я опять по тротуару еду, потому что проехал поворот свой. Я в Симферополе, кто не в курсе, живу три месяца всего лишь. Поэтому иногда до сих пор путаюсь. Если вы катаетесь на мотоцикле, будьте осторожны, ребят, потому что нужна хорошая резина. Заднее колесо постоянно проскальзывает, пропсовывает, особенно если у вас кубатурный мотоцикл. Его просто сновь. Ямы еще везде, очень плохие дороги в Тимфе. Ну, реально, это проблема с Симферополем. Потому что если взять тот же Севастополь, там таких проблем нет. Все, я приехал к себе домой, паркую мотоцикл и идем монтировать видос. Всем удачи, от души, душевно, в душу. Приехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok